МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, здравствуйте! И начнем мы с произведения, которое написано не ранее, стоит отметить. Настолько иногда трудно датировать историкам время написания того или иного древнего сочинения, что есть такие понятия «откво» и «отквем». То есть не ранее, не позднее. Не ранее 120-го года по Рождестве Христовым и не позднее 310-го года по Рождестве Христовым. А приблизительно где-то вокруг 200-го года написано произведение, автора которого мы не знаем. Поэтому оно называется «Анонимное». Автор неизвестен, но зато известен адресат. И в историю древнехристианской литературы, вообще литературы христианской, святоотеческой, это произведение вошло под именем «Послание к Диогнету». В 1436 году, то есть получается спустя тысячелетия и еще два века, на Константинопольской свалке, незадолго до окончательного падения Константинополя, при нашествии турков-османов, клирик латинский Фома Дореццо, нашел сборник произведений древних и более близких к его времени, так называемый «Кодекс», в который входило и вот это послание. Когда его открыли и прочитали впервые, оно, конечно, и первых читателей поразило своим совершенством. Небольшое, всего-навсего 11 главок, возможно, деление и на 12, но необыкновенно компактное, цельное и отличающееся стилистическим совершенством. Знаменитые патрологи, а патролог – это человек, который, патерос – отцы, логос – слово, человек, который изучает творения святых отцов и древнехристианских писателей, шире круг, и тех, то есть, которые не признаны церковью святыми. То есть, всю ту литературу, классический период, который составляет полтора тысячелетия, есть что изучать. Знаменитые патрологи и западноевропейские, и наши отечественные всегда признавали достоинство этого сочинения. Наш Николай Иванович Сагарда в начале века писал «Особенное место в ряду памятников апологетической, то есть защитной, защитительной письменности занимает прекраснейшее произведение, известное под именем «Послание к диагнету». В стилистическом отношении послание является перлом, то есть, перевозим на русский язык, жемчужиной древнехристианской литературы, с которым, с перлом, едва ли может сравниться какое-нибудь другое произведение по чистоте, живости и силе языка. Как содержание послания, так и способ изложения мыслей выдает образованного автора, вероятно, платоновской школы, то есть того, который воспринял мудрость, уже накопленную в предыдущее время, в эллинской культуре, в греческой, древнегреческой, платоновской школы, глубоко убежденного христианина с возвышенным духовным пониманием исповедуемой религии. Ему вторит и современный исследователь, и один из последних переводчиков «Послания к диагнету на русский язык», библеист и патролог Андрей Десницкий, он пишет «Искусные антитезы и сравнения этого произведения». Антитезы — это такие противопоставления. Нечто утвержденное, опровергаемое в той же фразе последующей мыслью. «Искусные антитезы и сравнения создают необычайно емкий, необычайно емкий и поэтичный образ христиан, живущих в этом мире». 200-й год — это время гонения на церковь, и эпоха отражается в произведении. Произведение в целом похоже на прочие апологии, в нем вначале обличаются язычники, затем иудеи, те и другие, воинствуют, не принимают церковь Христову. Пятая и шестая главы являются шедевром апологетики. Какая сила духа, какое мастерство словесное содержится, впитано этим произведением. Вот открываем пятую главу, и, конечно, не всю, но самая существенная из нее сейчас прозвучит. Но христиане, населяя города эллинские, то есть греческие, и варварские, то есть на периферии греческой культуры, кому как довелось, исследуя обычаям соотечественников в одежде, пище и остальном быту, надо в скобках заметить, или на полях моего чтения, что все остается в силе, сегодня христиане тоже внешне могут совершенно ничем не отличаться от своих соседей, современников, земляков. Их главное отличие, отличие невидимое, пище и остальном быту показывают при этом удивительное и по общему мнению необъяснимое устроение своей внутренней жизни. Живут на родине, но как иноземцы, участвуют во всем как граждане, и все терпят как пришельцы. Всякая чужбина им – родина, и всякая родина – чужбина. Они женятся как все, и детей рожают, но родив не бросают. Имеют общую трапезу, но не общее ложе. Это против и прежнего, и современного разврата. Плотью обладают, но не по плоти живут. На земле обитают, но считают отечеством небо. Подчиняются установленным законам и собственной жизнью превосходят законы. Любят всех, и всеми гонимы, незнаемы, но и судимы, умершляемы, но и оживляемы, нищенствуют, но многих обогащают, во всем нуждаются, и всем изобилуют, бесчестят их, и в бесчестии прославляются. Злословят их, и в злословии праведность их открывается. Бронят их, а они благословляют, издеваются над ними, а они почтительны. Творят они добро, и как злодеи казнимы, но радуются они казни, как новой жизни. В самом, в целом, писании дан образец защиты христианства. А вот пятая и шестая глава, как я сказал, они являются внутренней, как будто в оправе, содержащейся драгоценностью. Один, недавно почивший, царство ему небесное, патролог наш, Алексей Иванович Сидоров, об этом сочинении пишет, исходя из евангельского положения, что христиане есть соль земли, автор представляет церковь в качестве души мира, оживляющей, скрепляющей и сочетающей воедино весь космос, то есть всю красоту, весь богоустановленный порядок жизни. Собственно, об этом вся шестая глава послания к Диогнету. Что есть в теле душа, говорится в послании, то и христиане в мире. Душа рассеяна по всем членам тела, а христиане по всем городам мира. Хотя душа и обитает в теле, но она не принадлежит телу. И христиане, хотя и обитают в мире, но не от мира они. Незримая душа заключена в темнице зримого тела. Христиане также, хотя и известны, как пребывающие в мире, однако богопочитание их остается незримым. Это очень важная мысль. Если в христианах нет внутренней сокровенной жизни, если их сердце не становится невидимым духовным алтарем, на котором приносится жертва хвалы, на котором не жертвуется самое главное, существенное, сосредоточенное время жизни, то тогда христиане и вся их вера, и все их богослужения становятся, образно говоря, оберточными, скорлупными, формой без невидимого внутреннего, одушевляющего форму содержания. Нету невидимой внутренней жизни в священнике, в людях, которые молятся в храме. все превращается в какой-то спектакль, в театр света и звука. Но как только человек приносит в храм, к алтарю, к жертвеннику, свою любовь, свои переживания, возлагает на Бога всю свою надежду, имеет, и это очень существенно, невидимый внутренний, сокровенный, словами невыразимый опыт разговора, общения с Богом, тогда каждое его слово, каждый возглас, каждый вздох, внутренняя мысль, обращенная к небу, приобретают особое значение и вес, становятся, как говорится, на вес золота. Плоть ненавидит душу, говорится далее в послании к Диогнету, хотя душа не обижает ее, она же ненавидит душу, ибо та мешает ей предаваться наслаждениям. Я допускаю, что некоторые люди подумают, ну, во-первых, откуда все это, не натяжка ли? Ну, недавно мы еще пережили всего лет 30-40 назад период государственного атеизма, богоборчества, когда действительно все материальное в мире восстало на духовное невидимое, приговорило его к небытию, пыталось это материальное само себя убедить, что и ум, и душа, и совесть не более, как договор между людьми или химические процессы в мозге. И мир ненавидит христиан, хотя они и не наносят никакой обиды миру, а лишь противостоят мирским наслаждениям. Вот в чем причина. Душа любит плоть и члены ее, хотя они ненавидят душу. Если же душа сама проникается мирскими материальными интересами, тогда материя перестает ее ненавидеть, но любить тоже не может, потому что любят именно душой, а не желудком, например. Христиане также любят ненавидящих их. Душа, хотя и заключена в теле, сама является сохраняющим началом этого тела. То есть душа объединяет, сохраняет, удерживает от распада тела. Мы констатируем, свидетельствуем, и у нас даже соответствующие молитвы в церковной жизни есть, на разлучение души от тела. А что есть это разлучение? Это имеет и другое имя, смерть. Таинственно, невидимо, душа покидает тело, и тело на глазах в считанные минуты, и часы распадается, превращается в мясо. христиане тоже, заключенные в мире, словно в темнице, удерживают этот мир от распада. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, христиане также, обитая словно на чужбине среди тленных вещей, ожидают нетления на небесах. Лот, племянник патриарха Авраама, основоположника веры в единого Бога, отца Израиля, был, проживая в развращенном, погрязшем в грехе городе Содом, в определенном смысле совестью, душой этого города. Мы увидим это, что стало с городом после того, как его покинула душа. Лот с самыми близкими своими женой и дочерьми. В 18-й главе книги Бытие, первой из пяти книг, написанных пророком и боговицем Моисеем, рассказано о том, как три ангела нанесли визит, посетили патриарха Авраама, когда он в часы дневного зноя сидел у своего шатра. Авраам увидел трех ангелов, бросился к ним навстречу, поклонился до земли и упросил их передохнуть от пути под деревом, омыл их ноги, а ноги были у путников шедших по пустыне раскаленными, утружденными, ноющими и приготовил для них праздничный обед. Заколол лучшего теленка, испек быстро сарь, жене своей, сказал, лепешки, взял масло, молока, угощал, испочтение стоял рядом. Кто были эти три ангелы? Ну, традиционно уже в православной христианской иконографии Святая Троица очень часто изображается в виде трех ангелов. Отцы церкви полагают, что скорее, и исходя прямо буквально из того, что уточняет нам Священное Писание, были два ангела и в виде ангела Сын Божий, Господь Иисус Христос. Еще до своего воплощения таинственно посетил Авраама. На это, в частности, указывает, что когда два ангела двинулись к Содому, то Авраам еще предстоял Господу и продолжал с ним беседовать. Вот эти три ангела, посетив Авраама и утолив голод и жажду, сказали ему, потому что ничего, как говорит Господь, не собирались утаивать от Авраама, как пророка, от друга своего. Сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы. Это шестое посещение Господом Авраама и продолжение тех обещаний, тех обетований, которые Господь Аврааму дает, что он станет родоначальником всех верующих людей на земле, всех исповедующих, знающих и детям своим передающих ту главную истину жизни, что один существует на земле для человечества источник жизни. Бог не утаю от Авраама, Авраам друг Божий. И далее Господь говорит, вопль садомский и гоморский велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же стоял еще пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Авраам понял, что собирается сделать Господь. За страшные грехи жителей этого города, Содома и Гоморы, Господь готовит наказание. И Авраам это чувствует, вспоминает о своем племяннике, да и вообще его любящее, верующее сердце сжимается болью только от того, что он представляет себе картину великого бедствия, и он вступает в дерзновенное собеседование с Богом. Господь ему говорит, что он сойдет и посмотрит. В этом проявляется как будто некая нерешительность Божия и кажущееся его незнание. Но может ли Бог чего-либо не знать? Это исключено, потому что тогда это не Бог. Бог всемогущ и всеведущ, то есть он знает все, ему все открыто. Откуда же такое пойду и посмотрю? Точно ли так они поступают, как об этом свидетельствует вопль от земли, восходящий к небу, к Богу? Что это такое? Но мы с этим встречаемся уже в священном писании Ветхого Завета, когда Ева дала вкусить Адаму запрещенного плода, и Адам и Ева, осознав что совершилось, убоялись своего греха прежде всего, и попытались скрыться от Бога. И Бог, войдя в рай, вместо общения с Адамом и Евой, спрашивает, Адам, где ты? Он знает, где Адам. Но этот вопрос, это шанс, это протянутая рука, это пауза, в которую Адам может распорядиться, потому что он остается свободным человеком. Действительно, а где я? Мы едем по городу и видим всякие вывозки, а где я? Мне это напоминает священное писание, кому что, пивной ресторан под названием, а где я? Где мне еще быть, да? Нет, действительно, а где я, человек по отношению к Богу? А каково мое состояние? А что я знаю о жизни и о ее смысле? Вопрос существенный и очень важный, но этой возможностью Адам не воспользовался. Как не воспользовался этой возможностью и Каин, которого Господь спрашивает, где Авель, брат твой? Тоже возможность. Каину бы надо было бы зарыдать, раскаяться, сказал, я страшно согрешил, ты меня предупреждал, чтобы я господствовал над грехом, но я не справился с собой. Зависть и злоба победили меня, и я убил своего брата, прости меня, Господи, если можешь, накажи, но дай возможность исправиться, загладить свой грех. Этого тоже не произошло. И вот теперь Господь проявляет новое незнание. Вопль о Содоме и Гаморе велик, восходит на небо, пойду и посмотрю. этим он дает возможность Аврааму стать ходатаем за тех людей и за своего племянника Лота. Выступить таким просителем, который попросит Господа, пожалей их, умилостивись над ними. И как начинается этот диалог? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь всего места всего ради 50 праведников, если они находятся в нем. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в этом городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город. И далее речь идет о 45 и о 30 и о 20 не истреблю, говорит Господь, и ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, Бог, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. То есть, не нашлось и 10. Но дело даже не в количестве. Дело, конечно, в качестве. Не в силе Бог, а в правде. Нету такого ценза, нет такой квоты, которая бы щадит. Есть жизнь, которая должна сохраниться. И во всем городе развратном, во всем этом городе, погрязшем в грехе, который стал теперь нарицательным именем, происходящим от названия города Содом, среди всех этих содомитов не дошлось ни одного, который бы хранил чистоту, целомудрие, правду, веру, который бы, как об этом свидетельствует и явление ангела в Содоме, готов был пожертвовать ради высших нравственных принципов собственной жизнью, жизнью дочерей и жизнью своей собственной. Человек, непреклонно стоящий в добре, вокруг окаменевшие сердца, что делать было лоту среди этой кажущейся живой каменоломни. И чтобы не погибла его душа, Бог его выводит из города и после этого проливает дождь из огня и серы на города Содом Гамору. Да, окружи ста праведниками сотни святых людей, одного нечестивого, развращенного, погрязшего в грехе, прошедшего так называемую точку невозврата, когда зло вытеснило последнюю память о чистоте и правде, он не обратится. Он будет оправдывая себя говорить, эти праведники, эти святые притворяются из-за какой-то выгоды. На самом деле они такие же, как я. Ложь, потому что у нее замазаны грязью глаза, не видит правды нигде, отказывает ей вообще в существовании. Но бывает и наоборот, если люди еще не утратили способность к перемене, к изменению, к преображению души, один праведник может изменить жизнь целая округи, целого города. В всемирно известном знаменитом романе эпопеи Виктора Дюго отверженный рассказывается о епископе французского города Динь, департамента Нижней Альпы, Шарли Мириэли, которого по-другому его имени, а у католиков несколько имен горожане, паства прозвали Монсеньором Бенвеню, то есть дословно преосвященным гостеприимцем. Епископ этого города, который вызывал сначала недоумение у окружающих, его считали ненормальным, он, будучи назначен в этот маленький городок и став главой Диньской епархии, первое, что сделал, осмотрел свой епископский дворец, и увидел, что к нему примыкает маленький домик, который занят больницей, он вызвал себе попечителя больницы или главного врача по-нашему и сказал, здесь какая-то ошибка, я должен занимать этот домик, потому что нас всего трое, а во сколько коек и врачей, и санитаров, вы должны переехать в мой епископский дворец, это был первым его актом. Потом все свое немалое, назначаемое от государства до дожалования, он оставлял себе одну, кажется, тридцатую часть, остальное все тратил на больных, бедных, нищих, которых тогда было немало, и постепенно он заслужил уважение, почтение, благоговение целой округи, и вот однажды в этот город входит Катаржанин, Жан-Вальжан, город встрепенулся, ни один постоялый двор, ни одна харчевня не приняли его, отказали ему даже в одной минуте пребывания среди своих стен, и тогда одна сердобольная женщина говорит, а в эту дверь еще не стучали? Говорит, в эту не стучал, ну постучите, а он собирался прилечь на лавку в скверике, и холодную ночь в предгорьях Альпы ночевать там, он постучал, думая, что это еще один постоялый двор, и сказал, уже не таясь, у него был желтый паспорт, от которого все шарахались, в котором было написано, что он особо опасная персона, сказал, здесь дадут мне тарелку супа, я Катаржанин, индус каторги, и ночлег, хотя бы на конюшне, на пуке соломы, его посадили за стол, накрыли, поставили серебряные приборы, их было шесть, это были единственные остатки былой роскоши, единственное, что осталось от разоренной семьи, в революцию, монсеньор, и потом постелили ему на мягкой постели чистые простыни, ночью Катаржанин проснулся, он запомнил, куда спрятали серебро, он вошел в комнату епископа, он увидел отблеск лунного света на его лице, а в руке у него был так называемый подсвечник рудокопа, из массивного железа приспособление с заточенным концом, чтобы врезаться в горные породы, он при малейшем шорохе, видимо, колебалась его душа, готов был пронзить голову епископа, если тот позовет на помощь или закричит караул, но что-то удержало его, такой покой, присутствие чего-то неземного, непонятного ему, коснулось его души, и он решительно прошел к шкафчику, думая, что приспособление послужит ему отмычкой от шкафчика, где было серебро, но там был ключ, он взял это серебро, положил к себе вранец, выпрыгнул в окно, бежал, наутро его схватили жандармы, привели к епископу, когда епископ его увидел, он быстро встал и пошел ему навстречу. Три жандарма во главе с унтер-офицером держали бывшего каторжанина, они схватили его убегавшего, что-то сразу за подозрение какое-то на него пало, и действительно оправдалось в ранце явно украденное серебро. Брат с сестрой забирались уже встать из-за стола после завтрака, как вдруг раздался стук в дверь, «Войдите», сказал епископ. Дверь открылась. Странная и возбужденная группа людей появилась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого, трое были жандармы, четвертый Жан Вальжан. Жандармский унтер-офицер, по-видимому, главный над ними, остановился в дверях. Затем он вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному. «Ваше высокопреосвященство», начал он. По этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, изумленно поднял голову. «Высокопреосвященство», прошептал он. «Значит, это непростой священник». «Молчать», сказал жандарм. «Это его высокопреосвященство, господин епископ». Между тем, он седает Бян Веню и пошел к нему навстречу с той быстротой, которую только позволял его преклонный возраст. «Ах, это вы!» вскричал он, обращаясь к Жан Вальжану. «Я очень рад вас видеть». «Но послушайте, что же это вы? Ведь я вам отдал и подсвечники, они тоже серебряные, как все остальное, и вы вполне можете получить за них франков 200. Почему вы не захватили их вместе с вашими приборами?» Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать никакой человеческий язык. «Ваше высокопреосвященство», сказал жандармский унтер-офицер. «Следовательно, то, что нам сказал этот человек, правда? Мы встретили его, у него был такой вид, словно он убегал от кого-то. На всякий случай мы задержали его. Прием оказалось это серебро». «И он вам сказал, улыбаясь, прервал епископ, что это серебро ему подарил старичок-священник, в доме которого он провел ночь. Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда?» «Это недоразумение». «В таком случае мы можем отпустить его?» спросил унтер-офицер. «Разумеется», ответил епископ. Жандармы выпустили Жана Вальжана, «Который невольно попятился назад». «Это правда, что меня отпускают?» «Ну да, отпускают, не слышишь, что ли?» «Друг мой», сказал епископ, «не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники». Вот они. Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул Жану Вальжану. Обе женщины смотрели на это без единого слова, движения или взгляда, которые могли бы помешать епископу. Жан Вальжан дрожал всем телом, машинально, с растерянным видом он взял в руки оба подсвечника. «А теперь, сказал епископ, идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам ни к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду и днем, и ночью». Затем он обернулся к жандармам. «Господа, вы можете идти». Жандармы вышли. Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание. Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом. «Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком». Жан Вальжан совершенно не помниший, чтобы он что-нибудь обещал, стоял в полном смятении. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. Он торжественно продолжал. «Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю вашу душу, я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее Богу». Жан Вальжан с этим маленьким капиталом пришел в город Монтрейль, стал преуспевающим бизнесменом, открыл производство искусственного гагата черного и белого, заменил кованые браслеты на литые. Городок, который страдал от безработицы, нищеты и разбоя, стал процветать благодаря ему. Его хотели избрать мэром, он отказывался. Наградили ордером почетного легиона, он не поехал принимать. И только когда одна старушка в очередной раз из толпы, окружившей домик господина Мадлена, бывшего Жана Вальжана, сказала, грешно отказываться от возможности сделать добро. Если вы станете мэром, ваши возможности благотворить и быть милосердным только умножатся. Это слово стало последней каплей, Мадлен стал мэром, он еще более обогатил, облагородил всю свою округу. О дальнейших перипетиях романа я рассказывать не буду, о всех тех подвигах, которые совершил главный персонаж, героя, главный герой романа Виктора Дюго, отверженные, сейчас нет времени говорить, но главная мысль здесь совершенно очевидна. Сострадание и милосердие как некий электрический ток, как ток жизни, проходит через времена и пространство страны и собирает воедино людей, согретых этими добрыми чувствами в единое братство существ, созданных по образу Божию. Сострадание и милосердие, рожденные чистотой и верой, другое имя любви поддерживают жизнь в городах, в селах, на земле, в истории. Я бы назвал нашу сегодняшнюю тему русской пословицей «Не стоит село без праведника». Спасибо. Продолжение следует...